Мы добрались до финишной прямой и наш календарь итогов года наконец-то совпал с декабрем. Начался этот месяц события, которого ждали большинство ярославцев. Октябрьский мост открылся для личного транспорта. Стоит отметить, что и про общественный не забывают. В регионе действует программа по развитию транспортной системы. В область закуплено 19 новых автобусов для районов. Еще 17 появятся в следующем году. В регионе появился современный способ избавления пациентов от камней в почках. Оборудование четвертого поколения установлено в областной больнице. Ты можешь прогнозировать уже исход операции. Если раньше мы гадали на кофейной гуще, получится или не получится, сейчас мы можем делать прогнозы. Ярославская область и Республика Словения начали экономическое сотрудничество. Договор подписали на встречу в Москве. В первую очередь вопрос касается предприятий деревообработки, предприятий фармацевтических и также предприятий по производству автокомпонентов, что как раз вписывается в наш кластер. Уже в Ярославле международные связи укрепляли с Белоруссией. С делегацией из Минска говорили о расширении экономического сотрудничества. Товарооборот между нашим регионом и республикой достигает 18 миллионов долларов. В списке товаров моторы, текстиль, мясо, сладости и многое другое. События культуры. Все о Ярославском крае теперь можно прочитать в новой серии книг «Библиотека Ярославской земли». В 22 томах описаны характер, привычки, образ жизни ярославцев разных веков. Пока что в продаже первые пять книг. А художник из Рыбинска тем временем нарисовал календарь, посвященный будущей Олимпиаде. Он неофициальный, но уже стал хитом интернета. На календаре изображены полуобнаженные спортсменки в стиле пинап, популярном в середине прошлого века. Центробанк отозвал лицензии сразу у трех организаций. Две из них имеют филиалы в Ярославской области. Это Смоленский и Инвестбанк. Но обе кредитные организации участвовали в системе страхования вкладов. Выплаты их клиентам начнутся в конце декабря. Власть на местах стала одной из главных тем декабрьского послания президента к Федеральному собранию. На выступлении Владимира Путина в Кремле присутствовала и делегация Ярославской области во главе с губернатором Сергеем Ястребовым. Президент отметил необходимость уточнить полномочия органов местного самоуправления. Также коснулся вопросов их самостоятельности. Итоги года подвел и губернатор Сергей Ястребов с журналистами. Глава региона говорил о сложном бюджете, решении газовых проблем и громких коррупционных делах этого года. А Рыбинск все бьет рекорды. В ежегодном шествии Дедов Морозов приняли участие полторы тысячи человек. Переоделись в шубы и натянули бороды и взрослые и маленькие жители Рыбинска. Возглавил колонну главный Дед Мороз страны. Конечно, это не весь декабрь. Все события последних дней года смотрите в ежедневных выпусках новостей на Первом Мирославском.